Дело в том, что в Москве задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов и задержан якобы за взятку. На него заведено уголовное дело. В свете того, что Сергей Шайгу больше не министр обороны и в свете того, что незадолго до этого был задержан и арестован его заместитель Тимур Иванов, что ты думаешь по поводу этой новости? Как ты можешь прокомментировать вот это задержание? Ты знаешь, в последние годы в России вообще торговля должностями была очень распространенным таким бизнесом большим, огромным. Если бы мы посчитали ебиду этого бизнеса, его обороты, объемы, то, наверное, он бы сравнился бы с какими-то такими, значит, какими-нибудь заметными там, я не знаю, наверняка, но я не знаю. Шампунями торгуют меньше в России, чем должностями 100%, потому что это прямо поставлено на поток. И дело связано не столько с тем, что на каждой должности можно разворовывать что-то. Это связано еще с тем, что очень многие хотят, как, например, некто Владимир Путин, который переезжал все время в контрольное управление. Злые языки говорят, что эту должность он тоже купил, что он там кому-то что-то отдал, потому что там не только были хорошие отношения с Павловичем Бородиным, там же нужно было, чтобы непосредственный начальник тебя взял. А вот чтобы он взял, говорят, что там как бы что-то такое легло ему на стол, такое нужно, чтобы на что он не отказался. И вот с тех пор тогда это было скорее редкостью, потому что все-таки это были те годы, когда еще была надежда на то, что страна будет более или менее такой обычной нормальной страной. Но, в общем, тогда уже все начало заруливать вот туда куда-то в сторону Византии. И поэтому кадровик в каждом ведомстве, тем более в таком монстре, как Министерство обороны, это, конечно, очень богатый всегда человек в последнее время. И человек очень такой, значит, непосредством живущий, человек, у которого там прямо на входе можно вешать такой с золотым тиснением такой, знаешь, ценник, что там за прием у него столько, за назначение там на позицию такую столько и так далее и тому подобное. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений в том, что человек должностями торговал, потому что они вот туда для этого ставятся. И, собственно говоря, ну сейчас вот узнаем, какие там объемы, сколько за что отдали. Интересно даже, вот если, конечно, откроют эту информацию, прям вот с удовольствием посмотри. Ну вот смотри, может быть, он и торговал должностями, но ты же понимаешь, что его задержание именно сейчас, когда произошли кадровые перестановки, новое правительство назначено, Шойгу больше не занимает должность министра. Оно ведь не случайно. То есть если бы, наверное, я так предполагаю, у Шойгу все было хорошо, то и этот кадровик Кузнецов тоже сидел бы, работал долгие годы, продолжал бы заниматься своим бизнесом. Конечно, конечно, в том-то и дело, что этот бизнес он вел, скорее всего, вместе с Шойгу. И самое смешное, что те, кто сейчас вот его ловят на этом всем, они вполне себе могли попытаться у него купить для себя что-то. Они знали цены, знали расценки. То есть как бы это все действует так. То есть когда прозвучала команда FAS, то, соответственно, можно как бы ловить всех на всем. И вот там сидели на каком-то совещании какие-нибудь чекисты из той опергруппы, которая вела разработку этого Тимура Иванова. И когда прозвучала команда FAS, они сидели и там еще докидывали. А, кстати, там еще у него там Кузнецов кадровик, совсем офигевший. Слушай, цены взвинтил в три раза за последний год. Вообще, на кривой козе не подъедешь, давайте тоже за это сам прихватим. Да, да, конечно, давайте. Все, давайте. Сейчас там всех можно. Вот там вот так это все происходит обычно. А есть у тебя представление вообще, можешь поделиться инсайдом, сколько стоит та или иная должность? Вот ты говоришь, он торговал должностями. Вот, допустим, я хочу устроиться на работу в аппарат президента. Сколько бы это, сколько бы с меня попросили за это? Знаешь, я довольно давно не был внутри вот этих вот коридоров. Там в последнее время они очень стали все богатыми людьми. И очень у них там обороты стали больше, чем в те времена, когда я туда еще иногда заходил и мог слышать какие-то обрывки фраз на эти темы. Вот, соответственно, ну, прямо такую таксу никто не назовет, но я могу сказать, что, например, как бы вот депутат Госдумы стоил, да, вот, это же тоже номенклатура, которая утверждается в администрации президента. И вот там цены доходили на максимуме до 6 миллионов долларов. То есть, как бы, соответственно, чтобы стать депутатом Госдумы, какой-нибудь просто там хрен с горы, там, не знаю, там, директор Волгоградского, там, ООО «Дорожник», там, условно говоря, вот, он должен был там еще найти через кого, найти подходы, заходы, и вот отнести туда вот такую сумму. Это, как правило, знаешь, бывало чуть-чуть завуалировано под, я не знаю, благотворительность, какой-нибудь фонд. Иногда просто налей-наликом разгружались, что называется. Кстати, за налог часто просили тех, кто заносил этот налог скидки, типа, ну, я же налогом отдаю, вам не надо отмывать, ну, типа, давайте там, ну, давайте подешевле, давайте пять. Вот, ну, и, соответственно, как бы могли пойти навстречу, могли нет. То есть, как бы, да, там такая торговля-шлобойка. Ну, а от депутата Госдумы, наверное, можно высчитать примерно все остальное. То есть, это была хорошая вывеска, это была своеобразная крыша от преследования, ну, до тех пор, пока они не стали совсем уж такими, знаешь, солдатиками-таракотовыми. Вот, ну, и поэтому вот примерно порядок центов теперь прикидываешь. То есть, депутат Госдумы этот статус давал тебе какую-то защиту, да? То есть, почему я так думаю? Потому что, смотри, зарплата же у него относительно небольшая, ну, то есть, там, 400-500 тысяч рублей, это ни о чем, по меркам того, как вообще зарабатывают российские чиновники. При этом он заносит 6 миллионов долларов, он никогда эти деньги не отобьет. То есть, это только для какой-то собственной безопасности, да, нужно? Нет, на самом деле, если депутат ушлы, если он, как бы, умеет договариваться, там, пробивать, выбивать госконтракты, как бы на что-нибудь, то, в принципе, можно было и отбить. Потому что, то есть, если депутат Госдумы, например, там, попадал в какой-нибудь правильный комитет, умел лоббировать, там, какие-нибудь интересы, там, выбивать какие-нибудь средства из каких-то госкомпаний, или мог быть просто эффективным лоббистом какой-то бизнес-структуры, там, например, я знаю одного депутата Госдумы, который его отправили в Минфин России, и чтобы попасть к замминистру, который мог решить нужный ему вопрос, он у него в приемной ночевать остался. Можешь себе представить? То есть насколько человек хотел отбить свои вложенные, ну или вложенные кем-то из его хозяев, например, то есть как бы так тоже бывает. Поэтому, да, это, в общем, скорее, скорее это действительно статус, это крыша от преследования, ну, была когда-то. Потом, потому что, потом цены упали, и вообще потом стали убирать оттуда бизнес, потому что, ну, вот эта торговля, она стала известна всем, видимо, дошла до царя, и все стало выглядеть совсем как-то некрасиво, и они стали пытаться делать там меньше бизнеса, и как бы делать там такую более, знаешь, такую витрину общественности, там все вот это вот, тогда там появились разные фрики разнообразные, вроде какого-нибудь Милонова, у которого, конечно, не 60 миллионов долларов, вот, и который туда попал вот за свои красивые глаза и прекрасные свои инициативы, доносы и все остальное. Почему Путин убрал Шойгу с такого важного поста? Является ли это следствием конфликта Шойгу с Пригожиным? Мы все знаем, что в 2023 году этот конфликт был очень острым, в какой-то момент достиг своего апогея, но потом Пригожин у нас вот отправился в мир иной, Шойгу вроде бы сохранил свою позицию и чувствовал себя довольно уверенно, но вот теперь он уже больше не министр обороны. Как думаешь, с чем это связано? Ну, ты знаешь, здесь вот эта вот расхожая российская фраза «все гораздо сложнее и все не так однозначно», она вполне применима, вот, потому что здесь, на самом деле, это были два наконечника копья, да, Шойгу и Пригожин, то есть с двух сторон, то есть это, на самом деле, были такие тектонические сдвиги в российских элитах, то есть это был большой-большой конфликт внутриэлитарный. Все, почему я говорю «был», на самом деле, конечно, он продолжается и будет активен еще очень долго, до тех пор, пока всю эту вонючую свору не снесет туда, куда и положено, на помойку. Значит, соответственно, это все, естественно, началось с дележа денег, и дележом денег и закончилось, потому что слишком большие потоки, особенно во время войны, это очень сладко. Представь себе, там, 600 тысяч человек нужно каждый день кормить, например, три раза в день. Вот, помножь на, ну, не знаю, 10 долларов за одну кормежку. Представь себе, какая сумма, да, соответственно, представь себе, как бы, какие игроки за каждым таким вот процессом. Там, за кормежкой, с одной стороны, Пригожин и его крыша, да, а Пригожин тоже не просто так туда попал, там были ковальчуки, там у Пригожина образовались мощнейшие горизонтальные связи, когда он стал путинским поваром, потому что он организовал там банкеты всем ФСОшникам, всем чекистам, там все дни рождения тёщи через него проходили. Соответственно, у него была мощная поддержка для того, чтобы он продолжал этим бизнесом заниматься. Но там был серьёзный оппонент, это Тимченко, который для Путина торгует нефтью, которую Путину в клювике каждый день относят, там, в районе 50 миллионов долларов. Ну, понимаешь, да, 10% маржа, 10% точнее, процент за продажу российской нефти, ну, вот он, видимо, талантливее торгует, поэтому именно Тимченко получает это. Соответственно, вот он относит Путину его долю, которая, говорят, составляет 50%. Соответственно, он к нему тоже близок. И вот Тимченко в своё время купил у Шойгу с Воробьёвым эту компанию «Русское море», которая монополист на рынке вот всего, что связано с рыбой и морепродуктами в России, тоже представь себе обороты, тоже огромные. Соответственно, Шойгу с Воробьёвым её открыли, когда были МЧСниками, там говорят, что они изначально состоялись как бизнесмены на том, что просто самолётами МЧС возили рыбу. Вот, соответственно, как бы это был такой удачный бизнес, это когда у тебя в, так сказать, распоряжении целый парк самолётов, вот этих огромных транспортных, и никто никогда не знает, куда они, зачем летают, там, кого спасать. Ну, это и, соответственно, говорят, что компания состоялась на этом изначально. Ну вот, но потом всё равно они её профакали, и, соответственно, как бы пришлось Тимченко звать туда как инвестора. Тимченко зашёл и действительно там всё как бы более-менее поставил на какой-то нормальный лад. Видимо, он получше бизнесмен, чем Шойгу с Воробьёвым. Ну, и, соответственно, они, соответственно, стали кормить тогда вот Минобороны. А когда Шойгу стал ещё и министром обороны, это стало совсем удачно. То есть ты продаёшь свою компанию, как бы, и твой партнёр новый кормит твою же организацию. То есть, ну, вот, очень всё удачно получалось. Ну, соответственно, кроме того, что был вот этот вот оппонент в виде Пригожина. То есть, как бы, начали они, как бы, ругаться из-за еды. Вот этой вот. Соответственно, как бы, Тимченко тоже не хотел уступать. Ну, и вот они друг друга кусали, кусали, кусали. И докусались до того, что вот, ну, уже когда началась война, соответственно, там, как бы, этот процесс, естественно, он не завершился, потому что все эти люди, они не про патриотизм, не про то, что вот не время, ребята, ругаться, там, враг на дворе. Ну, вообще не про это. То есть враг на дворе, пофигу, как бы, да, там, что гибнет от этого больше людей, что меньше денег попадает в казну Минобороны, пофигу. Деньги – это деньги, это самое главное. Они живут с деньгами все. Ну и, соответственно, вот этот как бы один разлом, да, потом еще были и многократные другие, то есть там поставки всего-всего-всего, что связано с Минобороном, строительство вокруг Минобороны. А потом, опять-таки, представь себе, да, то есть стоит там где-нибудь в чистом поле, я не знаю, тысяча танков. И вот эту тысячу танков каждый месяц там смазывают маслом, условно говоря, да. Представь себе количество масла. Представь себе, а смазали их или нет. А как ты проверишь это, например? А как ты проверишь, ушло туда там 10 тонн масла там в месяц, там, я не знаю, или 5, или 1, или нисколько не ушло. Деньги досписываются. И вот это вот, понимаешь, постоянно-постоянно-постоянно огромный кэшфлоу, который порождал все эти конфликты. Плюс огромный-огромный пласт еще возник, когда начался вот этот бандитизм российский в Африке. Россия там просто вместе с африканскими башками почему они сейчас все так там дружно рядом с Путиным ходят? Не только потому, что Путину просто нужен какой-то антураж. Не только поэтому. А еще и потому, что они с этими башками африканскими, они очень сильно Африку эту несчастную разворовывают. То есть как бы, почему группа Вагдар там со временем появилась? Почему они, например, убили группу журналистов, которые там оказались, наших с тобой коллег? Ну, потому что слишком в серьезные процессы вмешались эти журналисты. Они начали узнавать про те объемы, которые там... То есть до этого же никто не понимал, ну, из-за чего-то там работает какой-то российский бизнес. А когда они туда приехали, они начали понимать, что это просто огромная-огромная история. И, соответственно, их просто расстреляли там на месте, эти пригожевские архаровцы, я думаю, что это они были. И, соответственно, вот эти все столкновения, они как бы и привели к тому, что в конце концов вокруг Минобороны... Нам на самом деле то, что кто-то кому-то перестал давать снаряды, это тоже было. Но это тоже было не потому, что они, понимаешь ли, не давали их по каким-то токсическим причинам, из-за поля боя, из-за каких-то своих предпочтений, где надо там организовать прорыв, да? Это было просто из вредности как бы. То есть это наши оппоненты в распиле бабла. Давай им не дадим снарядов, их всех убьют. Классно же? Классно. Давай, Герасимов, не давай ему снаряды. И тут появляется знаменитое видео Шойгу, Герасимов, где снаряды. То есть это как бы все ужасно, наверное, сейчас слышать какому-нибудь нормальному человеку, который просто нас с тобой смотрит там из своей квартиры где-нибудь в России или Украине и так далее. Но, к сожалению, вот это то, как устроено это государство сегодня. Ну, собственно, почему оно вызывает такую отуропь у тех, кто знакомится с его функционированием изнутри? И почему это на самом деле действительно какое-то сборище монстров? То есть, я не знаю, фильм «Адвокат дьявола», если ты смотрел, когда начинаешь присматриваться в их лица, там видишь просто вот это все страшные дьявольские какие-то ужимки. Потому что вот это все, что я тебе описываю, то есть все то, как распиливаются бабки на войне, все то, как наплевать абсолютно на вот эти безумные жертвы, на количество смертей с той стороны и с этой, лишь бы продолжался вот этот их кровавый бизнес, либо лишь бы продолжали наполняться вот эти авуары, где хранятся их триллионы, миллиарды рублей, долларов. Куда они собираются на тот свет их нести? Для чего им нужно столько? Какие золотые унитазы они хотят себе везде поставить? Я не знаю, но вот они живут вот так, все эти люди. Ну вот смотри, сейчас Шойгу станет советником или помощником Владимира Путина, так же, как и Николай Патрушев, который потерял свою должность секретаря Совбеза безопасности, и на его место вот сейчас... Нет, смотри, Шойгу станет секретарем Совбеза. Да, 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 простите, пожалуйста, да. Он станет секретарем Совбеза, а, значит, Патрушев стал просто советником Путина. Вместе с Алексеем Дюмином, бывшим губернатором Тульской области, которого тоже называют человеком очень близким к Владимиру Путину. Вот это что за перестановки? И почему Патрушев потерял свое место? Человек, которого тоже называли, ну, персоной из очень близкого окружения Путина, и в том числе якобы Патрушев в свое время повлиял на то, что Путин принял решение о начале Большой войны. Ну, смотри, Патрушев ничего не потерял на самом деле, потому что, ну, Совбез нужен был просто как название. Соответственно, Путину нужно было, чтобы Шойгу не был изгнан с позором за воровство, а чтобы Путин как бы объяснил обществу, что Шойгу, он пошел на повышение, вот он сейчас будет там в Совете Безопасности решать важные вопросы. Это не связано с тем, что там одна из моих правых рук оказалась рукой вора, да, то есть вот Путин таким образом как бы пытается сохранить хорошую мину при очень плохой игре. Соответственно, что такое Патрушев? Патрушев вообще может никем не работать. Он, в принципе, как бы, он хранитель путинских секретиков. Он один из тех, кто объяснял, что случилось в Рязани, что там был за сахар. Он, скорее всего, один из тех, кто был причастен. А я глубоко убежден сейчас после прошествия всех этих лет, что эти все взрывы домов были выгодны только Путину. И что даже если их взрывали какие-то вот эти джемааты с этими всеми безумными людьми, типа Ачемеза Гачияева, которого, кстати, хорошо знают в Карачаево-Черкесии, там много у меня друзей, вот, даже если это действительно этот джемаат условно взрывал что-то, то я думаю, что все-таки с ним на контакте был в оконцовке все-таки товарищ Патрушев. Потому что выгодно это было Путину, нужно это было Путину. Путин с ничтожным его рейтингом стал спасителем России от терроризма, и ему нужен был этот терроризм для того, чтобы было от чего эту Россию спасать. Соответственно, Патрушев про все это знает все детали. Патрушев знает все детали про сотрудничество с различными бандитскими режимами, которым Путин начал помогать после того, как понял, что у него не складывается роман никак с Западом. Он же хотел с Западом выстраивать вот эту свою игру, там, да, ты мне, я тебе, и мы вместе дружно пилим мир, да. И когда он начал натыкаться на непонимание каких-то своих инициатив, он стал обижаться и говорить, ну, туда я мир перекрою без вас. Значит, соответственно, и вот тогда началось его взаимодействие с различными бандитскими группировками. И я глубоко убежден, что, например, Патрушев в курсе о том, как они работали с Хамасом, как они работали с афганскими бандитами. А они же, в общем-то, то, что это делают, они сейчас уже даже скрывать перестали. То есть Хамас, он, пожалуйста, с делегациями. Вон в Казани у вас сейчас будут или уже приняли, не помню, афганскую делегацию. Их принимали и еще примут. Да-да-да. Вот, видишь, я упустил. Значит, оказывается, и в прошедшем времени, и в будущем это прекрасное сотрудничество. Соответственно, как бы Патрушев, Патрушев про все это знает. И поэтому Патрушев, он всегда будет вхож к Путину до тех пор, пока не помрет или до тех пор, пока окончательно не свихнется на почту своего, там, третьего глаза, инопланетян, там, диких гусей, которые там надрессированы американцами. Вот, соответственно, он будет всегда вот ходить к Путину и что-нибудь такое ему рассказывать. Поэтому, да, а по поводу того, что вот он такой прям архитектор всех сейчас нынешних событий, я думаю, что это не совсем так на самом деле. Потому что в этих всех процессах там всегда есть заинтересанты, которые зарабатывают деньги. Под Патрушевым есть, безусловно, вот эта молодая КГБшная Поросль, его сын, его друзья, сыночка его. Вот эти вот люди, да, они сейчас в игре по-крупному. И они сейчас, соответственно, могут на те или иные угольки дуть для того, чтобы из них раздувать пожары, в которых они греют свои руки. И, соответственно, вот скорее настоящие организаторы, они чуть пониже уровня. А все вот эти Патрушев, Бастрыкин, ну ты на них посмотри уже, похожи они реально на вершителей судеб. Нет, они похожи на выжившихся, судьба, дедов. Собственно, так же, как и главный дед тоже. Потому что там вот это все как бы организовывается для того, чтобы шли вот те процессы, о которых мы подробно с тобой поговорили в начале интервью. То есть мы с тобой поговорили о том, что они все это, включая войну, они делают для бабла. И, соответственно, они, в общем-то, у них нет вот этой всей блажи путинской в голове. Там русский мир какой-то, тут у него империя будет, и все его будут слушаться, и все будут ему делать ку-три раза, когда он появляется хоть где, и все его будут бояться, если не уважать. Вот, им это все не нужно. Они все про конкретно деньги. И, соответственно, я думаю, что имена их, на самом деле, в 95% случаев вообще нам с тобой неизвестны. И никому неизвестны, потому что они не публичны. И вот я думаю, что пришло время вот этих вот молодых вот зверей. И что здесь единственное, что может нам с тобой нравиться, и вообще тем, кто как бы против вот всей этой истории, против войны, это то, что в какой-то момент эти люди поймут, что все очень велика стала опасность того, что действительно сейчас мир весь на них уже окрысится, и что, соответственно, как бы вся эта войница может закончиться. Тогда они побегут моментально договариваться. Они сдадут всех, включая собственных родителей, вот этих вот всех своих старших товарищей, всех этих патрушевых, Бастрыкиных, Путиных, они всех их отнесут как стеклотару, вот на пункт приема стеклотара. Потому что у них, еще раз подчеркиваю, у них нет никаких там ориентиров в голове, у них нет никакой верности, никакой преданности. А, собственно, посмотри на самого Путина. Он ведь такой же легкостью сдает всех тех, кто вроде как много лет рядом с ним. Ну, представь тебе Шойгу, вот эти все походы по Сибири, там вот эти чаны с рогами морала, вот эта вся там как бы какая-то дружба такая мужская, там, знаешь, вот эта такая горбатая гора у них, помнишь, такая была все время в этих красивых интерьерах, там они полуголенькие ходили все с ним. Вот, и все, эта дружба вся похерена, потому что Путину просто надо было на кого-то свесить свою вину. Понятно, что главная вина за войну, она на Путине. Мы же помним все, как Шойгу так довольно нехотя в это все влезал. Вот, и так, ну что, Шойгу, побеждать ты будешь? Ну, что сделаешь-то? Велит этот губай. Руками развел, да-да-да. Руками развел, а то есть Шойгу, он такой вот, это не очень хочется, конечно, вот быть массовым убийцей, ну ладно, буду, раз сказали, ну сказали, буду, надо. Вот, вот это все выглядело так, да, и вот в общем-то, его тоже вот Путин, несмотря на всю вот эту верность, просто сливает, просто сливает в унитазы, соответственно. А у них у всех вот мораль там такая, они все с какой-то башкой на бекрень там, знаешь. Ну вот есть, кстати, гипотеза, что Шойгу вообще хотел, что называется, соскочить. Он якобы хотел возглавить созданное им в будущем Министерство ВПК и таким образом уйти вот с такой очень токсичной должности, как министр обороны, да, у которого уже, ну, напрямую там руки по локоти в крови, и заниматься чем-то более опосредованным. Но тут он перешел дорогу как раз людям, которые, да, как ты правильно говоришь, хотят контролировать какие-то крупные финансовые потоки. Допустим, там Сергей Чемизов, глава Ростеха, очень близкий Путину человек, Ковальчуки, еще кто-то. И они, в свою очередь, начали ходить к Путину и говорить, ты посмотри там, что у тебя Шойгу за спиной делает. И арестом Иванова как раз Путин дал Шойгу понять, что я все про тебя знаю, знаю твои замыслы, вот мы сейчас его задержали и посадили, ты можешь быть следующим, поэтому сиди тихо, выполняй свою работу, оставайся на своем месте. Вот такой вариант мог быть? Да, да, это абсолютно то же самое. Это продолжение той логики, которую мы обсуждаем, вот всю программу. И по поводу, да, хорошо, что ты напомнил Амирию Чемизов, почему-то она у меня в этой всей теме куда-то ушла в сторону. Да, он, знаешь, он много где фигурирует, как такой главный антагонист Шойгу. Вот якобы у них был серьезный контакт, и он Чемизов победил. Да, потому что они же там в какой-то момент начали друг на друга сваливать. То есть одни начали говорить, что мы такие классные все военачальники, но вот Чемизов нам всякую фигню поставляет вместо, значит, боеприпасов. А Чемизов говорит, что нет, я им поставляю такие классные боеприпасы, у меня там арматы самые лучшие в мире, вот, но они все там криворукие и так далее, значит, и еще и воры, и поэтому, значит, у них все там не туда летит, и Киев за три дня никак не возьмут, уже третий год. Значит, соответственно, да, то есть это было как бы еще и не про бабло, еще и про опасность личную такую, то есть действительно там Чемизов тут окрысился на всех, и очень активно стал залезать, в том числе, кстати, и вот на понятную нам с тобой тему пиара, медиа и всего такого, то есть когда он начал вот эти свои разборки со всеми-всеми-всеми вокруг, кто мог влиять на общественное мнение, то есть у него там был, по-моему, даже целый специальный, ну, не зам, а какой-то большой начальник появился там, который вот занимался ведением всех этих процессов, вот на... то есть Чемизов уже посадил в тюрьму, там человек 10 телеграммщиков различных, которые про него писали не очень хорошие какие-то вещи, вот, и, соответственно, там, то есть у него прямо эта работа была поставлена прямо на поток, вот, то есть человек начал понимать, что надо как бы активно пиариться, и надо как бы активно, ну, не в смысле самого себя, да, а в смысле как бы своей вот проблематики, да, своей корпорации, и вот действительно он на все эти процессы очень-очень активно влиял. Что означает назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны? Я напомню, что этот человек занимал должность первого вице-премьера, он курировал экономический блок, он в свое время, если я не ошибаюсь, в году 2011-м основал некое агентство стратегических инициатив, вроде бы занимался привлечением инвестиций в Российскую Федерацию, ну, вот теперь он возглавляет такое совсем не гражданское ведомство. Почему именно он? Ну, несколько причин. Первое, это, конечно, все-таки это сигнал, это знак того, что страна переходит на военные рельсы полностью, то есть Путин понимает, что все, клином сошелся свет вот на этой теме, этой войны, и что если он срочно не поставит во главу угла только военные процессы, тогда все рассыплется, потому что, ну, потому что все остальное разворуют тоже, сюда ничего не останется, и, соответственно, вот он одного из самых доверенных своих людей, плюс еще и человек, которому доверяет его любимая доченька Катя, которая становится все более прожорливой в плане политических аппетитов, и которая все больше как бы влияет на всевозможные ситуации. Соответственно, Белоусов — это такой, знаешь, такой совковый экономист, вроде бы человек неглупый человек, который всегда хорошо везде учился, был на хорошем счету, как студент, как ученый и так далее, и, в общем-то, считался таким перспективным, но вот он ударился полностью вот в эту всю как бы какую-то имперскую проблематику и всю свою экономику тоже подладил к этой своей имперской какой-то парадигме. Соответственно, капиталисты все на Западе, все козлы, значит, они все там такие, все нехорошие люди хотят Россиюшку уничтожить, мы поэтому должны всю свою экономику перестроить на вот эти вот государственные рельсы. Вот, собственно, что такое государственные рельсы? Это когда деньги, которые собираются со всей страны, они инвестируются снова, опять-таки, в вот эти госпроекты, туда всех шеренгами, значит, направляем, трудоустраиваем, там они все работают, это все дает какой-то быстрый эффект, потому что все в пределе, вот тут люди работают, а вот тут результат, вот тут чугунные чушки, вот тут танки, вот тут патроны, вот снаряды. То есть вроде как все привлекательно выглядит, да, и все в какой-то момент начинает действительно функционировать, но, собственно, Советский Союз ровно через все это прошел. То есть тоже все сначала было неплохо, были гигантские проекты, заводы, так сказать, заколосились, пшеница там заколосилась, все заколосилось, значит, ну и при этом почему-то Советский Союз развалился моментально все равно, да, в какой-то момент, когда упала цена на нефть, ну потому что все это, в принципе, не может так работать долго, потому что это все равно пузырь, как бы такой советский, и все это как бы воспроизводит само себя, в итоге, ты вряд ли помнишь эти времена, но я-то хорошо помню Советский Союз на излете, да, эти пустые пункты. А что это я, мы с тобой ровесники, я-то все прекрасно помню Советский Союз на излете. Нет, ты два раза моложе, ты меня обманываешь, я же вижу по телевизору. Да ладно, но я потом проверю эту информацию. Ну давай проверим, А, это по телевизору, ну конечно, свет правильный стоит, все нормально. Ну хорошо, я пытался неуклюжно сделать комплимент, но будем считать, что я не могу сказать. Спасибо, спасибо. Да, все, прими все же его. Нет, ну вот действительно, что было на излете Советского Союза, да, вот эти пустые полки, везде, вот эти банки с помидорами зелеными, почему-то, туинский чай, березовый сок, березовый сок, вот в Кумертауле у нас уже его не было, да, у нас было только вот эти зеленые помидоры, и значит, а еще была морская капуста, вот, потому что, потому что совковая экономика, она вот так работает, потому что, когда нет хозяина, потому что, когда есть во главе угла только снаряды и патроны, соответственно, все вот происходит именно так, и вот эта вот гордость Песковская позавчерашняя, о том, что так классно у нас расходы на трону достигли советских уровней 80-х годов, сказал Дмитрий Сергеевич, вот он все-таки где-то втихаря, иногда, мне кажется, пропускает что-то такое, чтобы люди знали и понимали, что на самом деле происходит, потому что 80-х, заметь на секундочку, то есть это прям самый эндшпиль Советского Союза, то есть DC, так же его называют, Дмитрий Сергеевич, он всем намекает, как бы, ребята, срочно делайте что-нибудь, у нас тут страна разваливается, у нас все пустили на оборону, точнее, на нападение, вот, ну и, соответственно, да, вот это парадигма, в которой Путин живет, почему именно Белаусов, потому что это один из немногих людей, которые воруют вокруг него мало, потому что, ну, у него очень скромные аппетиты, его фирма заработала за последний год всего каких-то несчастных полмиллиарда рублей, вот, ну, я думаю, что, ну, как бы ему отхватило на его пиджачки зели, да, в которых он ходит, вот, ну, и его сына тоже на пиджачки зели, ну, еще, может, на какую-то дачку скромную, на рублевке, очень скромную, ну, на полмиллиарда, какая дачка, я тебя умоляю, так, скорейшник, вот, ну, собственно, понимаешь, что такой скромный человек, действительно, по их меркам, это очень скромный человек, вице-премьер должен воровать в десятки раз больше, по их представлению, вот, но он ворует вот столько, а при этом, соответственно, вот эта огромная клоака, это вот все, то, что вокруг Минобороны, и каким-то образом он попытается не дать там воровать, сейчас на секундочку, сейчас мы все поржем дружно, да, вот этим всем вот семьям, которые вокруг путинские, которые все туда, вот, как бы сейчас уже так вот, вот эти когти заточили, и собираются набросить, и вот Белоусову сказано, ты, смотри, ты не дай воровать путинским друзьям, лучшим друзьям, с которым он в бане парится, на секунду, а ты не дай воровать путинским генералам, на которых воровство, это единственная причина, почему они вообще находятся в этой армии, ну, потому что они солдафоны, они больше ничего в жизни не умеют делать, они умеют только украсить, соответственно, солярку для танков, продать ее, и на этом заработать на дом в Бае, да, это то, как они живут, и вот он говорит путинским кентам, нет, я вам не дам воровать, он говорит генералам, нет, я вам тоже не дам воровать, ты можешь себе представить, чем это закончится, это закончится оглушительным провалом господина Белоусова, примерно через годик, мы узнаем, что Белоусов сам, лютый коррупционер, ну, и он подворовый-то все равно там будет, потому что, ну, ребенок его, который владеет его фирмой, он все равно скажет, ну, бать, ну, дай ему миллиардик, другой-то надо, вот, ну, он конечно даст, как не породить родному человечку, ну, и соответственно, при этом, как бы вот эти генералы, которые недополучили от него своего пирога коррупционного, они его моментально начнут подставлять, они расскажут Путину о том, что вот эти все безумные потери, вот это все безумное поражение, которое они там терпят одно за другим, значит, это все из-за этого Белоусова, вот это опять начнется, если он не пригожен, появятся какие-нибудь другие люди, которые будут кричать, Белоусов, где снаряды? Почему ты нам не даешь денег? Вот, соответственно, они же будут это представлять не так, что нам не дали воровать, а нам не дали чего-нибудь великого для победы. Путинские друзья, которые недоворовали на этой теме тоже, они тоже там в бане будут сидеть и подзуживать, они тоже не будут подзуживать, что он нам не дает воровать, они будут говорить, что он там что-нибудь делает неправильно, вот у меня же там компания работала, мы же знаем изнутри процессы, Владимир Владимирович, о, нет, он же теоретик, он же бухгалтер, он же счетовод, ему уже прилепили ярлыки, его называют в армии российской, а счетовод или бухгалтер, вот у него два прозвища. А, да, ага, поняла. Да, да, то есть как бы, и, соответственно, плюс к этому, на самом-то деле, его же есть за что в этом смысле ругать, потому что у него же нулевой опыт управления, абсолютно нулевой, он всегда был теоретиком, я вот стратегический стратег, я сейчас напишу, значит, трактат про успешный успех, значит, мы должны вот так, а вот так мы не должны. Ну, собственно, человек, который был бы, если бы на земле в экономике, он бы не верил в советские идеологемы экономические, ну, потому что они как бы изжили себя, они уже, в общем-то, считаются в мире, в общем-то, неуспешными уже много-много лет. А, соответственно, этот теоретик, который один несчастный год управлял министерством, прости господи, экономики. Знаешь, что такое министерство экономики? Это ничего. Ну, не прости, да, ничего себе. Что делает министерство экономики? Скажи, пожалуйста, какие многовекторные процессы, хоть немножко напоминающие то, что происходит в Минобороне, там происходят? Никаких не происходит. Они вот как раз про написать стратегию, ты понимаешь? И это как бы, я, может быть, видел кого-то из там людей, которые хорошие работают в министерстве экономики. Там хорошие всегда были, да, были умные ребята, там их было много в свое время, одно время, при Грефе особенно, кстати. Вот, соответственно, понятно, что как бы это тоже все для чего-то нужно, никто не спорит с этим. Но я говорю про многовекторные, сложные организации. Представляете, что такое Минобороны? Там тысячи людей, которые влияют на конечный результат. Тысячи. И вот этот вот процесс, который выстроен из вот этих вот многих процессов, он должен возглавить и должен привести к успеху, а у него его поджимают с двух сторон два таких жирного, да, вот эти генералы голодные и вот эти путинские друзья, которые сожрать его хотят. Он, конечно, обречен на прогулок, два максимум. Этот человек также будет предан анафеме, точно так же его там близких будут вычищать из этого Минобороны и так далее. И, конечно же, никакого результата на поле боя. Нулевой результат или отрицательный, скорее всего, даже скорее отрицательный. Но вообще, в конце концов, конечно, это все признаки заката этой путинской эпохи. Это, конечно, признаки того, что все, там уже ничего не работает, там уже куда ни кинь, всюду клиент, там все плохо у них. И вот, как бы, пока еще на скрепе единственное в виде коррупции все это держится, хоть как-то, но эта скрепа тоже не вечна, потому что, в конце концов, американцы ну уже сделают, елки-палки, что-нибудь, чтобы хотя бы этот долбанный их потолок каким-то образом работал. А сейчас ничего не работает. Сегодня утром я очередной прочитал отчет, как на 80% у них в этом квартале выросли показатели по доходам нефтяным по сравнению с прошлым годом. Ну это просто, конечно, катастрофа. Но когда-то же они дожмут, когда-то они начнут эти санкции как бы делать действенными. И когда вот все это грохнется, вот тогда, собственно, все это упадет все сразу вместе. Ну тогда смотри, вот осуществует другой вариант. Вот ты говоришь, что через несколько лет возникнет клинч. Значит, Белоусов, ВСИ, путинские приспешники, да? При этом я читала, что назначение Белоусова Путиным говорит как раз о том, что Путин собирается воевать очень долго. Ему нужна долгая затяжная война. И именно такой человек, как Белоусов, которого ты сам назвал счетоводом и бухгалтером, поможет эту войну ему вести. А учитывая, что Запад пока как раз крайне медлителен, нерасторопен, обещает и не выполняет, и вообще непонятно, в чем заинтересован, не может ли получиться так, что как раз Белоусов окажется очень даже человеком на своем месте, и он поможет Путину выиграть эту войну на истощение, он поможет дожать ему Украину? Вот у тебя нет такого опасения? Ну, у Путина именно такой план. То есть ты сейчас просто озвучиваешь прямо вот то, что у Путина в голове. Но, послушай, а как много путинских планов вообще по поводу этой войны сбылось? Там же все не по его плану. Хорошо, хорошо, пусть не по плану. Киев за три дня, конечно же, нет. Но ты смотри, сейчас что творится вообще. Российская армия собирается наступать в Сумской области, в Харьковской области, из Волчанка, из Волчанской, массовой эвакуации. Я очень эстетически отношусь к этому псевдонаступлению. Мне кажется, это абсолютная пугалка перед всеми вот этими мирными саммитами в Швейцарии. Это просто попытка Путина вспрыгнуть на подножку того поезда, который едет в Швейцарию о чем-то договариваться. Потому что, послушай, ну, я же совсем недавно месяц провел в Украине, я был и в Харькове тоже. Я прекрасно понимаю, не прекрасно понимаю, я не военный эксперт, но я видел это изнутри, я видел то, как там они готовы к этой обороне. Поверь мне, Харьков Путин не возьмет, я даже думаю, что он, скорее всего, не войдет в город. Я думаю, что он, во-первых, там остановится перед теми сооружениями инженерными, которые сделаны перед Харьковом. Почему сейчас они отступают назад? Потому что там просто довольно большое открытое пространство, и там эти сооружения делать было бессмысленно. Потому что там бы просто разутюжили бы этими фабами россияне любые фротификационные сооружения. А так как они сделали это чуть сюда ближе к городу, то там это сложнее будет делать. И, соответственно, вот там Путин точно упрется, и никуда он там не пройдет. И это все, на мой взгляд, это абсолютная имитация этого процесса. То есть почему украинцы не признают, что это имитация? Потому что если они это признают, тогда, значит, они перестанут алармировать перед Западом ситуацию. То есть быстрее, быстрее досылайте нам эту помощь, чтобы мы могли обороняться. Видите, они уже подходят. Но при этом все прекрасно понимают, что они, может, подойдут еще на сколько-то километров. Но там их точно встретят и обелетят. Я не верю в эти наступления. Но то, что они делают, украинцы, то, что они алармируют, посмотрите, они подходят, это же тоже правильно на самом деле. Потому что Запад, он ведь начинает что-то давать Украине только тогда, когда уже начинает видеть, что-то все совсем плохо. Потому что им не надо, чтобы Украина проиграла. Но им также и не надо, чтобы Украина активно опрокидывала Путина, потому что, мало ли, что это обезьян с гранаты тогда выкинет. Он же все время грозит атомной войной, то проходом куда-то нападения на одну страну НАТО. А Запад почему-то считает, что можно с ним в эти поддавки играть. Они никак не могут понять, что они должны действовать с Путиным так, как он с ними действует. И поэтому они все пытаются действовать в канонах какой-то обычной дипломатии. И это, на самом деле, абсолютно пораженческое и глупое решение. То есть им надо просто, когда подходит гопник, где-нибудь в магазине начинает у тебя забирать все с витрин и на всех там как бы рыпаться, то ему надо просто бить в челюсть. А они никто этого не делают. Собственно, вот это вся история. Вот в чем проблема. Как ты думаешь, каким будет авторитет Белоусова в армии, в российской, и вообще имеет ли это значение? Потому что, опять-таки, здесь есть две версии. С одной стороны, его, да, называют абсолютно гражданским человеком и говорят, что в армии его не примут, так же, как в свое время не принимали Сердюкова, которого презрительно называли Табуреткиным. А с другой стороны, есть мнение, что ему и не нужно быть никаким военным человеком с военным каким-то бэкграундом, таким мощным. Потому что он как раз нужен для того, чтобы считать, для того, чтобы всегда были у российской армии боеприпасы вовремя, чтобы не было никаких задержек с поставками. И в этом смысле он как раз очень даже, ну, вот как раз такой, какой должен быть, какой нужен. В России все это так не работает. То есть ты можешь себе представить в том, что, типа, вот есть министр Белоусов, который весь из себя такой, знаешь, у него же тоже там как бы амбиции, он такой весь имперец, и он вот про все вот это, что Запад нас душит. И он человек, который решает, вот как вот в чиновниках российских говорят, он решает дать денег, не дать денег, уволить человека или оставить. А вот Герасимов, это ему лицо подчиненное, оно не решает. И вот ты можешь себе представить то, что Белоусов не будет вмешиваться в то, что там решает или не решает Герасимов? Ну, конечно, он будет. Ты говоришь, он будет все обеспечивать, что просят военные? Нет, он не будет обеспечивать все, что они просят. Наоборот, он будет говорить, ах, сколько вы там потратили снарядов? Ах, вы негодяи, вы там наверняка половину украли, я вам все еще раз поменьше дам. Понимаешь, это как бы, вот это будет постоянный стык, и эта армия уже поняла, оттуда летит в адрес этого очередного маршала Табуреткина снова четырехэтажный мат, потому что они говорят, что нам нужен кто-то, кто нас понимает, вот это вот все. Вот, то есть, грубо говоря, им нужен человек, который не будет лезть в их дела и будет давать им спокойно красить, сколько улезет. Вот, но этот не будет, потому что еще и плюс ко всему, у него еще и амбиции, у него еще и идеология в голове. То есть, у Сердюкова, кстати, получилось, отчасти получилось все это, потому что у него амбиции и идеологии не было вообще. То есть, он вот реально как манагер, пусть там какой-то неуклюжий, кругузенький, плохонький, из мебели, значит, но он просто туда пришел и начал потихонечку как бы все это как бы приводить в порядок. Он, кстати, много, к сожалению, отношениями грызавец сделал для того, чтобы российская армия была более боеспособной. Потому что до этого она была совсем с такой клоакой воровской. Там как бы он разделил эти потоки, там как бы, ну, себе тут чуть-чуть тоже забрал, конечно, там на 15-комнатную квартиру, но не без этого уж. Значит, соответственно, ну, у этого-то не получится, потому что этот идеологизирован сам. И он, конечно, залезет во все процессы, плюс за его спиной стоят тоже как бы серьезные люди этой Белоусовской. И серьезные люди из одного из кланов, а не из всех остальных. То есть там эта вся грызня будет продолжаться со страшной нечеловеческой силой. И это очень хорошо для всех, кто желает победы здравым силам в мире и, соответственно, поражению Путина. Какие-то еще перестановки, назначения, увольнения тебе показались интересными вот за последние несколько дней? Что мы наблюдаем их? Ну, интересно, конечно, вот то, что сегодня утром прямо объявили про то, что Дюмин – это всего лишь помощник. Да, это вот в футболе есть такое понятие – отложенный штраф, да? Это когда атака еще продолжается, как бы, да, и желтую или красную карточку пока не дают. Когда все закончится, только потом дают. Вот это отложенное назначение такое. Дюмин, безусловно, взят для чего? Потому что просто так в помощнике… Ну, в помощниках там обычно досиживают какие-нибудь люди, типа Магомед Салам, Магомедова из Дагестана. Значит, он, правда, зам главы даже целый, но это потому, что там им надо было для нац, так сказать, пропорции одного из замов сделать нацмена. Значит, это так, то он просто тоже досиживающий. И там таких досиживающих полно. И вот досиживать туда отправили и Патрушева. Вот, соответственно, Дюмин, конечно, не досиживает. Дюмин, конечно, на вырост. Он, скорее всего, это вот что-то, что будет путинской рукой вот в этой всей силовой истории. Потому что Путин уже сам не может все контролировать. Он стареет, он глупеет, он упирается рогом в какие-то свои установки. И он очень много в последнее время делегирует вот своим близким, которых не так много, но кому он доверяет. И, соответственно, ему так проще. То есть вот он собрал 10 человек, и он знает, как будто бы, все из всех сфер. На самом деле, нет, конечно, он просто ограниченную информацию получает. Но ему кажется, что эта информация единственное правдивая. И вот я думаю, что Дюмин будет, грубо говоря, таким клапаном по поступлению к Путина информации про все, что связано с погонами. Мне кажется, вот так вот это будет. Начнет он это делать на позиции помощника, потом позиции, скорее всего, каким-то образом радикально, драматически вырастет. То есть будет ли он главой администрации путинской, либо он готовится в премьеры, а затем в преемники. То есть это что-то прям такое сильно на выраст. Это прям вот такая путинская классическая какая-то история. Вот он начинает подводить человека, и вот этот человек где-то-то выстрелит точно. Вот так что ждем, смотрим где. А ты его допускаешь в роли преемника вообще? Да, конечно. Если Путин и задумается когда-то о преемнике, то вот о каком-то таком. Потому что это солдафон, тот, который носил его портфель, тот, который без Путина вообще никто извать никак и никогда бы не был никем. Соответственно, все, что он умел делать, это вот зонтик над Путиным открывать, когда тот из машины выходит все на этом. Они это даже защищать его не умеют, потому что не было ситуации, чтобы его надо было защищать. Потому что он настолько окружен, наводнен просто количеством вот этих всех людей, что на Путина так ни разу толком никто же и не напал. То есть на самом деле не было ни одного покушения по-хорошему. Соответственно, вот тот человек, который не умеет ничего и который всем ему обязан. Ну да, к сожалению. То есть на самом деле так как все было бы просто. Ну я думаю, что кто-то об этом наверное думает сейчас. Да сколько уже можно думать? Делать надо. Уже большая война идет два с половиной года. Мы все ждем-ждем и никаких ни шарфика, ни табакерки. Ростислав, как думаешь, какой будет вот эта шестилетка Путина, ну если, конечно, это будет полноценный шесть лет, ну неважно там год, два, какое-то время все равно он безусловно еще пробудет на своем месте. Какие шаги он предпримет в первую очередь? Я не знаю, объявить мобилизацию, повысить налоги, потому что нужны деньги на войну, там что-то еще? Я не верю в полноценные шесть лет. У меня есть только ощущение, что действительно это эндшпиль, потому что вот все, на чем это пока что держится, это вот единственная ниточка, которая их держит на этом свете всех и на свободе и с деньгами. Это, конечно, цены на нефть. Это все-таки та вещь, которая подвержена регулированию миром, когда мир понимает, что это действительно пора сделать. то есть когда мир уже окончательно поймет, что все договариваться с ним ни о чем не получится, ни приглашение его никуда на переговоры говорит о том, что они все более близки к этому, соответственно, вот тогда они эту цену обрушат, и тогда они закончат существование этого режима. А что он будет пытаться делать в эти последние годы, может быть, даже годы существования, ну, это прямо уже видно и очевидно, он понимает, что все, свет сошелся клином на войне, все для фронта, все для победы, что называется. Но так как у него не получилось ничего и нигде у Путина, то есть этот же человек, этот же хронический лузер на самом деле, при всем том безумном потоке нефти бабла, которая обрушилась на его голову, он не добился ровным счетом ничегошеньки из того, что хотел, декларировал, он не достиг уровня развития ни одной стран Европы, на которых не падает этот золотой дождь, он не сделал ничего, он не вступил ни в какие международные альянсы, ни с кем, ни о чем не договорился, он не переустроил российскую инфраструктуру, которая еще советская на самом деле инфраструктура, он же, собственно, вот все реформы, за которые он взялся, да, вот везде, где нужен был прорыв и рывок, вот везде же поэтому ничего у него не получится и с этим вот все для фронта, все для победы, получится, как обычно, пшик, а слишком сейчас велика цена ошибки, то есть если раньше она была у него низкой, то есть он ошибался, сколько влезет, потому что, да, ну снова ошибся, но снова профукали триллион долларов, ну ладно, с кем не бывает, не последний триллион, да, а сейчас вот у него уже последние шансы возникают на все, и так как он в войне, и он уже признан международным преступником, и уже мир объявил о том, что все, его нет, он нелегитимен, мы не хотим с ним больше разговаривать, то как только он ошибется так, чтобы его можно было добить, они, конечно, его добьют. Так и хочется сказать, твои бы слова и Богу в уши.